Новая роботизированная ферма открылась в Арзамасском районе в 2023 году. На поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области будет выделено более 5 миллиардов рублей. Объем инвестиций в эту ферму более 50 миллионов. И половина затрат будет возмещена в виде субсидий по областной программе поддержки. Здесь будет работать у один человек. Где-то почистить, где-то подмыть. Возможно, инфракрасный глазок там протереть, если вдруг запотеет. И какие-то, если скажем, нюансы. Собираются данные роботы в Нижегородской области, город Бор, на базе Борстекло. Уровень локализации примерно процентов 80 на сегодняшний день. То есть железо, то, что мы видим, это все город Бор. Датчики – это Израиль. Но все равно, когда мы идем по этому пути, в плане импортозамещения, что в этом году, если все будет хорошо, летом уже будет 100% российский робот. На сегодняшний день уже недостает рабочих, тем более квалифицированных рабочих. Когда производительность, продуктивность коров превысила, у нас подходим к 9 тысячам литрам, не каждая доярка справится с этой работой. Вопрос встает обслуживание этих коров. Это, так скажем, подтолкнуло к мысли, что нужно механизировать, роботизировать этот процесс доения. Без государственной поддержки срок окупаемости, он уходит за пределы. Тут я боюсь, что моей жизни уже не хватит. У нас, если говорить, у нас, наверное, самые лучшие поддержки именно молочного животноводства вообще в Федерации. У нас на само строительство молочных ферм идет субсидия до 50%, потому что это приоритетное направление развития всего сельского хозяйства области. Если все суммируют, сложить, то при государственной поддержке 75%, если сложить федеральные деньги и областные, это очень хорошая финансовая поддержка отрасли.